всем привет сегодня у меня на канале очень интересное видео и это не обзор сегодня благодаря магазину ножиков точка ру ссылки на которые будут в описании под видео есть возможность не просто вам показать какой-то один нож и не просто показать три его различных типа заточки plain серрейтор и полусеррейтор но еще и провести и dc тестирование этих всех кромок рассказать вам о том как они затачиваются и провести небольшой тест на коррозийную стойкость конкретно данной стали напоминаю все ссылки в описании включая на сам нож и на все соцсети ножикова давайте приступим на самом деле очень интересно как какая заточка поведет себя при повседневных каких-то задачах я тут подготовил ряд продуктов ряд каких-то материалов которые хотелось бы порезать я это сейчас все порежу и мы с вами уже сделаем вывод какая заточка больше подходит наиболее универсально или скажем думаю тут все понятно что плейновая всем привычнее но насколько две других подходит для исполнения повседневных задач а далее мы с вами посмотрим насколько легко их править и вообще подходят ли они для этого так предлагаю начать с грудинки я думаю будет правильнее всего есть у меня грудинка ножи у нас сейчас острые давайте прям посмотрим как это все у нас насколько все острая так цельный серрейтор плейн полусеррейтор это часть серрейторная это часть плейновая а вот у нее сразу есть такая особенность то что нету планового перехода что серрейтором вы зацепились и ведете все очень острое все на заводских заточках так та самая грудинка начнем с плейна тут-ту я думаю все очень предсказуемо и длины клинка вполне хватает плюс нет шпенька тут у нас отверстие кстати вот на современных такое достаточно колючие да все я думаю тут без проблем так ну давайте наверное полусеррейтор на мой взгляд это такая самая темная лошадка вот тут прям я вам честно скажу наш прям провалилась ну и обратите внимание на вот этот узор ладно полный серрейтор за счет того что серрейтор с одной стороны с другой стороны плейн скажу сразу уводит надо контролировать и режет конечно супер но опять же по срезу вы видите нужно контролировать так далее сыр начнем с плейна мне конечно не очень удобно так резать давайте наверное лучше встану сыр такой прям из-за того что у нас спуск прямой сыр прям очень так прилипает ну скажем здесь все предсказуемо видите да сыр прилипает вот здесь мне кажется начнется самое интересное да и вот точно также уводит сложно отрезать ровно вы видите да следы именно за счет вот этого перехода вот в этом месте начинает уводить в сторону клин полный серрейтор прям прям реально надо по сыру прям очень требует большого контроля потому что отрезать его сложновато здесь однозначно все лучше чем на комбинированном на комбинированной заточки далее яблочко так ну чистит здесь все хорошо сложности с этим нету полусеррейтор а вот на яблоки когда работаешь вот в эту сторону с этой стороны все очень неплохо при том что работаешь плоской частью даже на яблоки не остаются следы интересненько полный серрейторный здесь принципе тоже самое но здесь он углубляется глубже за счет однородности до что есть там у нас есть переход и можно как-то комфортно работать этим переходом то здесь не проканает здесь только целиком попробуем порезать прям это знаете чипсы удобно делать он вот сам просто на самом деле так тонко идет давайте я встану лучше по срезу видите да в сторону вводит так полусеррейтор здесь все более менее ровно только вот где-то в какой-то момент вот здесь вот видите да остались те следы уводит ну и с плейном тут я думаю все предсказуемо не проблема не знаю зачем но у меня здесь есть картошка блин плейном тенейшесом очень удобно чистить давайте здесь чистить буду прям серрейтором ну да не так тоненько но я могу сказать что ощущение вот видите да что картошку как будто бы зубами немного грызли ну блин настолько легко проходит здесь клин мне самом деле интересно что сейчас мне здесь даст цельность о прям ребята вот здесь вот прям супер вот здесь здесь наверно все таки влияет сама вот эта вот форма заточки на картошке разумеется остаются вот эти вот вот такие вот борозды и следы но разрезается она просто супер бодро давайте попробуем по всей длине ну-ка ну проблема тоже но зато можно знаете этот тоненько нашинковать картошку именно вот продавливанием знаете такую рифленую как это называется французский free вроде бы да но здесь у нас появляется другой момент хорошо все проваливается но видите да есть недорезание поскольку у нас есть зубе которые выпирают есть собственно те которые вогнуты и для того чтобы прорезать нужно еще потом делать движение попробуем то же самое с полусиррейтором здесь кстати получше здесь можно резать плей новой частью впереди этой частью резать допустим не так удобно вот при нарезании я думаю что вот это вот штуковина удобнее конечно чем серрейтор плюс я все-таки возлагаю надежды что серрейтор как-то себя проявит именно на жестких материалах они на бытовых что сейчас они все от плей на отстают а вот дальше мы обязательно посмотрим так поменяли мы с вами немножко декорацию и собственно вот наша курица значит она режется фигово даже острым кухонным ножом мне нужно порезать ну так как это я бы допустим резал бы просто на какие-нибудь там я не знаю но условно назовем это наггетсы в общем plane справляется просто отлично сейчас мы кстати с вами попробуем одну штуку которую я очень давно хотел попробовать поскольку это такие все-таки мышцы видите да что они очень по-разному разрезаются где-то по мягче где-то по не очень мягче плюс у нас тут всякие пленочки жилочки небольшие так вот что я давно хотел попробовать значит есть у нас вот такая вот штуковина делаем раз и получаем вот такой вот надрез надрез не очень глубокий потому что его так завел кончиком то же самое я хочу попробовать сделать полуси рейтером здесь рассечение такое посерьезней именно работал полуси рейтером видно что край вот так вот порван немножко ну и самое интересное это конечно сирейтер здесь прям вот смотрите как все страшно я никого не к чему не хочу агитировать просто из этого теста я думаю что каждый сможет для себя что-то вынести как работает сирейтер по каким-то частям частям мяса какого-то которое для приготовления в пищу кто-то еще что-то может сделать я вот говорю конкретно про пищу так ну здесь на самом деле работает the plane вот этой части очень сложно подлезть ну тем не менее попробуем резать же надо все равно так так ну и самое интересное как с этим справиться цельносирейтерный нож у прям знаете вот прям проваливается любые мышцы любые пленочки все разрезается единственное что нужно делать вот это движение чтобы всеми частями все хорошо произвязать прям слышно как он продавливает и хрустит продолжаем предлагаю сначала построгать сосновую деревяшку для того чтобы было понятно какая как за . поведет себя на дереве начнем мы для удобства сравнения разумеется с плейна прям сказка честно скажу супер дать вот здесь уж повыше сравняем песня песня ребята полусирейтер интересная тема тут два момента первый можно строгать передней частью если вам это удобно да вот как в моем случае откалывать либо можно строгать либо можно строгать сирейтером ребята грызет просто как сумасшедший реально просто как сумасшедший причем это вот ну посмотрите давайте мы дело отколем чтобы было понятней на узорчик посмотрите просто вообще бревно ну и скажем интересный сейчас момент будет цельно-сирейтерный ух ураган по-другому не скажешь просто ураган так ладно поехали дальше ну нагрузка скажем так прям детская но тем не менее тут больше наверно знаете как разламывает нежели режет ну тем не менее было интересно посмотреть полусирейтер хрязь блин вот сирейтер конечно режет можно сказать что это стамесочная за . типа как у эмерсона условно просто баунс кусок вылетел просто так а если провод 2 на 0.75 мне на самом деле интересно plane очень достаточно комфортненько полусирейтер значит передней плей новой частью все то же самое теперь полусирейтер на я части ого здесь все еще круче вот здесь вообще должно быть просто бомбически в смысле здесь я могу просто продавливание мне даже не надо делать никакое резательное движение но тем не менее чик только вот для чего сирейтер просто супер в общем есть у меня вот такая старая футболочка которая уже пришла в негодность и лет ей уже очень много больше даже чем я путешествую но тем не менее мне интересно как достаточно плотно скрученную ткань хбшечку будет резать начнем с плейна здесь все хорошо полусирейтер здесь вот начинается интересное он либо сработает хорошо либо все испоганит да смотрите видите да как все некрасиво вышло но могу сказать что когда работает сирейтер ты это сразу чувствуешь просто сразу слоев тут вы видите достаточно много прям если честно такое ощущение очень очень необычное так попробуем то же самое цельносирейтерным затруднительно но цельным сирейтером можно добиться большего опять же видите да что где-то есть зубе которые достают есть которые нет но да чё я вам честно скажу я бы повторил вот сирейтером не очень нравится что вот если что-то раз прям прям кайф веревка джутовая 14 миллиметров ну тут я думаю плейна все понятно 10 сейчас попробуем полусирейтером так ооо ну вообще не то ну тут все то же самое в смысле режешь только вот этой первой частью если попадаешь на вот эти вот зубья то уже не дорезаешь ну и на самом деле интересная тема цельный сирейтер я понимаю что вот так резать не очень будет прикольно нужно вот эти вот движения делать для того чтобы ну уже много раз говорил зубьями да вот вот так делать но мы ведь с вами можем попробовать сделать вот по-другому а если нам эту веревку нужно разрезать вот так вот так вот на весу то же самое полусирейтер ну здесь конечно разговора нет а теперь давайте полный сирейтер просто смотрите просто я думаю тут все понятно так ну и пока мы далеко не ушли от всей этой темы я предлагаю посмотреть что же у нас стало с кромками за вот этот небольшой такой тестик тут ничего тут ничего тут ничего и тут ничего все как было острым так и осталось я думаю что каждый посмотрел сделал свои выводы кому ему что больше подходит каких задач у него больше и сразу хочу сказать что сирейтер лучше будет резать картон у меня к сожалению не было возможности показать вам на картоне как он его слайсирует срез будет может быть не такой чистый со временем потому что сирейтер потупится но тем не менее работать по картону по его разрезанию сирейтер будет дольше причем ощутимо сейчас все ножи в принципе острые мы их попробовали давайте попробуем может быть еще даже бреют плейновый да полусирейтер сирейтером а просто дико и плейновой тоже да без проблем дурацкий тест я знаю но тем не менее немножко шерсти отрастил нужно избавляться ну и цельно сирейтерный тут просто можно реально бриться нож все отскакивает поэтому точить мы их не будем но рассказать вам в теории хотя бы как и что мне бы хотелось начнем с плейновой версии здесь вам подойдет в принципе да все что угодно хотите на руках хотите муссаты хотите трианглы профили казаки и все что вы хотите тут останавливаться долго не будем относительно сирейтера и полусирейтера полусирейтер это самое мерзкое в заточке вещь поскольку вам нужно одной заточной системе заточить вот эту часть либо на другой угол заточить одну часть а потом сирейтер сирейтер я не знаю ни одного метода ремонта сирейтера кроме как сидеть и шаркать надфилем есть методы правки до самый простой досочка с пастой то что все как обычно с вот этой стороны просто работаете на уголке для того чтобы пройти все вот эти канавки ну на полусирейтере все то же самое если дела обстоят похуже есть чудесная вещь spider cut triangle она достаточно доступная сейчас есть некий совместный продукт от компании work sharp и benchmade там несколько все по-другому ну примерно то же самое но слегка по-другому здесь все просто мы выставляем с вами стержни выставляем их на 20 градусов нам понадобятся файновые стержни и работаем только на гранях каким образом работаем со стороны сирейтера делаем два прохода да когда вот так вот будем вести она будет все отыгрываться два раза с этой стороны один раз с этой но это тоже метод правки здесь то же самое здесь можно целиком так проходить всю кромку единственное что с одной стороны у вас получится тоже такая как как стамеска эмерсона да что у вас заточка здесь тоже будет только на одну сторону больше вот в этом то заключается вся особенность заточки полусирейтерных лезвий вот такая штуковина стоит примерно тысячи четыре в стандартной комплектации четыре с половиной по крайней мере последнее что я смотрел очень полезно и сноса ей нет есть еще электрический вариант это work sharp kenoneon edition там есть специальная лента но я думаю что людей у которых есть work sharp kenoneon edition для заточки серейтеров не так много на втором канале будет отдельное видео для тех кому интересно как именно на work sharp и править серейтер опять править не затачивать прошло у нас порядка четырех часов каких-то изменений видимых на камеру нету есть такой вот в этом месте легкая какое-то такое оттеночное потемнение это я смотря через объектив понимаю что вы его не увидите так что за это время ни с одной ни с другой снова тут вот тут видно лучше вот видите да треугольничек вот возможно яблоки были недостаточно кислый но вот как-то так из увиденного я думаю что каждый сможет сделать для себя какие-то выводы подходит ему этот нож не подходит учитывая что они производились в различных цветах рукоятки сейчас еще будет лайтвейт версия единственное что я вам могу сказать из личных ощущений безусловно плей новая заточка является наиболее удобной с точки зрения использования с точки зрения заточки это как бы ну не проблема им пользоваться комфортно стоит он недорого опять же можете пройти по ссылке в описании посмотреть нож сам по себе хороший тоненький все здорово но спайдерка тенейшес это самый недорогой вариант качественного полносеррейторного ножа если вам когда-то захочется попробовать цельносеррейторный нож для того чтобы понимать нужно вам или нет для ваших конкретных задач то я рекомендую попробовать именно тенейшес полносеррейторный они бывают черные бывают без покрытия я бы вот рекомендовал без покрытия он хорошо подойдет тем у кого задача вот резать веревки картон еще что-то там такая заточка проживет дольше но разумеется при нарезке продуктов когда нож подсядет у вас возникнут проблемы что он скорее будет рвать и плюс есть еще один момент обратите внимание что в принципе вот эти вот вершинки они и так скруглены но с каждой вашей правкой керамикой они будут становиться все более более круглыми и превращаться потихонечку в нож для резки хлеба такой хлеборез тем не менее заточенное резать это будет всегда единственная особенность реза вот у такой заточки на плоскости это то что вот видите да что не везде не везде есть прилегание вот этих самых вершинок и поэтому вы всегда будете вынуждены делать вот такое движение до проводить резательное что здесь просто пушка там не получится вам ничего отрезать что всегда нужно будет делать вот такое движение и если это делать даже на дереве то это на пользу не идет заточки поэтому эта штуковина классно работает только на весу что-то отрезать подрезать я не знаю может быть это будет хорошо тем кто занимается каким-то там альпинистским спортом да еще чем-то вот но на повседневку безусловно plane наша с вами все поэтому надеюсь вам было интересно напоминаю что данное видео с таким небольшим тестированием стало возможно только благодаря магазином ножиков точка ру все ссылки на них в описании и в этом месяце нас с вами ждут еще не один такой ролик по сравнению тех или иных ножей по каким-то их функциям габаритом и всем остальном забегая вперед расскажу вам что ближайшее время будет ролик где мы сравним две других легенды своего времени это нож cold steel voyager large и лузон тоже large я думаю будет интересно на этом наверное все всем спасибо пока пока